Русские новости 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 И, естественно, те, которые хотели этой перемены, они эти финансы и давали. Конечно, это так было закамуфлировано, так, чтобы каждый мог гордо стучать себе в грудь и говорить, да я, так что вы, какие олигархи, я против и так далее. Мы прекрасно знаем цену этим словам и прекрасно видим результат. Результат был такой, русское национальное движение подтянуть под либералов, и именно такая была тактика, это открыто было сделано. На либеральные шествия русских националистов затягивали и подчиняли фактически тем инициативам, которые либералы тогда проводили. Помните, там курья националистов, давайте мы вот националисты, они своих туда втиснуты на ряду или под покровительством либералов, будут пробиваться к власти. А там, откусив какой-то кусочек, уж тогда вот, то есть придав вообще все, что составляет идеологию, теорию русского национализма, потом как-то вернуться к этому вопросу. Такого не бывает. Если переступил один раз черту, все, уже обратной дороги нет. Это просто была политтехнология личного успеха. Личного успеха вот этой маленькой группы людей, которые обманывали русских в течение нескольких лет, начиная с 2008 года. Сейчас их стратегия закончилась, пришла в тупик. И, конечно, тогда участвовать во всем этом безобразии, когда ходили массовки, орали матерные речевки, и когда призывали к альянсу с либералами, а потом призывали к тому, чтобы поддерживать украинских майданщиков и поливали грязью ополчение Донбасса, конечно, с этими людьми невозможно было иметь ничего общего. Поэтому мы с 2013 года начали проводить свои русские марши, несмотря на то, что, в общем-то, не собирались этого делать. Но нельзя было отдать на откуп этим проходимцам ежегодное русское шествие. Поэтому мы проводим его до сих пор. В этом году, в 2017, тоже собираемся провести, хотя московская группировка, которая стоит сейчас у власти, Собянин и компания, всякие там Горбенки, Черниковы, Олейники, вот эта вот вся Шушера, они могут, опираясь на насилие, нам просто не позволить провести. Ну, есть такие у нас герои, которые говорят, да что там спрашивать, у них разрешение, выходим и все, ну выйди. Ну выйди, сам-то других подставляешь под полицейские репрессии. У нас люди в тюрьмах сидят, а вы хотите, чтобы мы кого-то подставили под репрессии? Нет, мы не будем подставляться под репрессии, ни в коем случае. Мы проведем только шествие разрешенное, нам могут его запретить. В этом году запрещают все. С мая месяца нам отказали во всех мероприятиях, которые мы пытались проводить, ложью, просто ложью о том, что якобы площадки там где-то заняты, ничего занято не было. Господин Черников, господин Горбенко, господин Олейник, просто проходимцы. Их место в тюрьме. Я думаю, что на митинге нам тоже надо будет эти фамилии запомнить. Ну, чтобы не сбежали, чтобы вот точно продолжили и закончили свою жизнь, лишившись всего имущества, всех наград, всех достижений, всего. Вот как люди, локально совершившие государственный переворот в Москве, выступившие против конституционных норм, которые гарантируют нам возможность без оружия собраться и обговорить все то, что нас волнует. Не то, что волнует чиновников или там какие-то их соображения насчет того, о чем мы должны говорить и как подавать заявки там и так далее. Обсудить свои вопросы. Они насилием нам не позволяют этого сделать. Насилием. Угрозой насилия или насилием. Используют должностные полномочия для того, чтобы нас подавлять. Но тем не менее мы будем подавать заявку, будем проводить русский марш. Кто-то говорит, русский марш себя изжил. Я думаю, что вы сами себя изжили. Вы изжили себя, как русские люди, которые говорят вот именно так. Я там голосовалку поставил на нескольких ресурсах и специально написал такую строчку. Не приду, потому что русский марш себя изжил. Нет, вы изжили себя, как русские люди, которые способны бороться за русское национальное государство, за русское будущее вообще. Русский марш себя не изжил. Если русский народ себя изжил, тогда да, тогда и русский марш себя изжил. То есть вот те люди, которые говорят, что на русский марш ходить не надо, потому что это бесполезно, это люди, которые считают, что бесполезно вообще существование русского народа или оно давно закончилось и надо выживать каждому, каждый сам за себя, а вось к чему-то это приведет. Ни к чему хорошему это не приведет, это фактически выступление против консолидации русских людей, хоть в какой-то форме, вот это одна из форм, если вы ничего не делаете в русском движении, ну ничего, обычно люди занимаются тем, что всякие гадостные комментарии везде распространяют, для них это форма существования в русском движении. Это довольно распространено среди людей, либо инфантильных, либо очень молодых, им кажется, что это деятельность, это не деятельность. Вот если вы ничем не занимаетесь, тогда хотя бы примите участие в русском марше, хотя бы придите, возьмите флаг там, который вам предложат, или баннер, пройдите, прослушайте ораторов, как-то войдите в русло, в котором и варится русская национальная идея и выдвигаются требования, которые русские должны отнести прежде всего к самим себе. Ну что нам все время обращать внимание на негодеев, которые сидят в тюрьме, правильно, должны были бы сидеть в тюрьме, а сидят в Кремле. Надо как-то на себя обратиться, если мы сами ничего из себя не представляем, ну тогда и не о чем говорить, тогда да, действительно, вы тогда согласились с тем, что русского народа не существует. Но он же существует, мы знаем, русский народ пока что еще есть, такой скромсанный на мелкие кусочки, атомизированный, но тем не менее он еще есть. То есть если будет некая направляющая, руководящая сила, то русский народ воспрянет снова превратиться в творца истории, больших экономических и социальных систем, мировой политики. Сейчас русский народ, ну просто порабощенное население. Это состояние необходимо преодолеть, и тот, кто считает, что без этого нельзя, тот и должен прийти на русский марш. А кто считает, что без этого можно, так мы его на русском марше и не ждем. Мы его и не числим в составе русского движения, не рассчитываем на этого человека. И скорее всего, если этот человек выходит в сеть интернета и выразит самого себя, то это выражение, скорее, враждебное русскому движению. Все-таки русский марш – это уничтожение олигархии, освобождение от оккупации и от гнета, который приводит к геноциду русского народа. И, следовательно, и кадровая революция, иллюстрация, изгнание всей этой оккупационной администрации. И открытие возможностей для нормальных, профессионально подготовленных, образованных, культурных русских людей занимать государственные и муниципальные должности. А этих у всех, конечно, долой. И столетие так называемой Октябрьской революции, которая является антирусской и для нас абсолютно чуждой и чужой. Мы об этом тоже должны сказать. Я думаю, что здравые люди, пришедшие на русский марш, должны будут отразить это и на своих плакатах, и в лозунгах, и в выступлениях. Поэтому я приглашаю на русский марш настоящих русских патриотов, для которых русская Россия – это не пустой звук. А советская Россия – это нечто противоположное русской России. Тем более уж РФ – это вообще не Россия, и Россией право называться не имеет. Это действительно просто оккупированная территория. Мы должны освободиться от этой оккупации, нанести нашим врагам решающий урон. И обезопасить себя от скатывания в левачество, когда начнут потрошить все подряд. Именно так вот по-сталински, широким гребнем, частым точнее гребнем, просто сгребать всех подряд, уничтожать, просто сводить на нет русский народ. Тогда еще он был достаточно многочисленным в своих молодых поколениях, и еще мог это выдержать, и даже войну выдержал. То есть огромные потери, колоссальные потери, еще раз подчеркну, некоторые стали сами себя обманывать, как будто их не было, как будто не было голода 30-х годов. Просто инспирировано, специально для того, чтобы уничтожить, просто уничтожить крестьянство. Все крестьянство, которое Ленин просто считал классными врагами. Смог русский народ перенести и военные потери, на них теперь пытаются списать все то, что напортачили большевики, все эти горы трупов туда, это все. Давайте мы со Сталина все снимем, на Гитлера все повесим. Но у нас не в этом, конечно, задача стоит в том, чтобы сейчас разбираться с этими цифрами. Они в целом понятны, но здравому человеку они понятны. А нездравый начинает здесь копошиться, вместо того, чтобы сражаться против олигархии. Ну вот таких почему-то совсем мало, и поэтому я удивляюсь. Объявлен проект «Народный лидер». В нем надо участвовать, не только как публицист, как орговик. Просто надо об этом проекте говорить, потому что это последний, я считаю, что это просто последний шанс. Просто самый последний шанс. И если вы не можете, не хотите признать этого, значит, вы этот последний шанс закапываете своими руками. И тогда нечего говорить, что в Кремле сидят негодяи, а вокруг одни железнодорожники, которые такие нехорошие, и во всех структурах, и даже в оппозиции. И вообще кругом, значит, среди трех богатырей тоже кто-то есть из них. И вот эти разговоры, они просто убивают вообще всякую деятельность и всякую работу мозга. И, соответственно, мы действительно теряем этот последний шанс. Зато всякая трипология происходит про Каталонию, Каталония отделяется, вай-вай-вай. И надо же, вот средства массовой информации, телевидение, в основном как-то позитивно относятся к сепаратизму Каталонии. К тому, что большинство населения якобы проголосовало. Ребята, вы видели, как они голосовали? Да, вы видите толпу, которая там прыгает прямо как на Майдане. Ровно так же. Говорят, не, ну это же не Майдан, это же не... Это такой же, ровно такой же Майдан. Прыгают люди. Референдум, естественно, фальшивый, незаконный. Да нет такого права ни в одном государстве, нет такого права, что кто-то локально провел референдум об отделении. Если вся страна проводит референдум и соглашается на то, что она делится, это понятно. Это понятно, все принимают участие в судьбе своей страны. Тут какая-то отдельная часть начинает голосовать. Это же ровно то же самое, что было на Украине, в Беларуси. Там якобы проводили референдумы. Кто там голоса считал? По какому закону этот референдум проводили? Такие же были беззаконные референдумы в 1991 году и в Прибалтике там якобы референдумы какие-то. Ничего этого не было. Законного развода, распада Советского Союза не было. Он был организован верхушкой КПСС. Надо сказать, что Зюганов и прочие, они тоже принадлежали. Абдулатипов, который сейчас там болтается где-то в Дагестане, ждет свои отставки наконец-то и перехода на пенсию, сколько можно коптить небо. Все эти люди соучаствовали в разрушении СССР. Соучаствовали. Вся коммунистическая партия, никто не выступил против. И когда там в 1991 году надо просто было Ельцина арестовать и со всей кучкой вокруг расстрелять, этого никто не сделал. Ни КГБ предательское тоже там, все партийцы, все это такое, боевой отряд КПСС, они ничего пальца палец не ударили. Ни армия, которую надо было поднять и действительно надо было реально вводить в Москву и в Питер, реально вводить танки, реально высаживать десант, занимать Кремль, занимать все государственные учреждения. Ничего этого не было сделано. И то, что там разговоры, я-то свидетель всего этого. По плану ввели войска тогда только для того, чтобы охранять государственные учреждения, в которых измена была сплошная. Но где был человек, который бы сказал, измена, государственный переворот, подлежат аресту. Все депутаты Российской Федерации, все депутаты СССР, все правительство СССР, СССР и так далее, и так далее. Но они все в этом поучаствовали, хотя многие считаются пострадавшими, а не участниками. Они не выполнили свой долг, они не отдали необходимых приказов, необходимых указаний. Ничего они не сделали, ГКЧПисты там эти, никакого уважения к ним нет, потому что они просто предали свою собственную страну. Жалко только тех, кого убили, там, маршала Хромеева и так далее. Но он тоже не выполнил свой долг, Язов там и так далее, и так далее. Все эти люди не выполнили свой долг. А мы как раз отмечаем годовщину переворота 93-го года. Это как бы вторая фаза была, расстрел уже Ельцинского парламента, который его полностью поддержал, который состоял из демократов. Но у людей тогда еще как-то по привычке совесть работала. И они видели, что надо брать за руку, уже все было готово, еще чуть-чуть, и массовые аресты пошли бы среди всей этой олигархии, изъятие наворованного. И путь был именно с этим связан. Я знаю это по Московскому совету, когда все уже уголовные дела, вот сейчас они пойдут, начнут сейчас аресты имущества и аресты Лужковского варья. Вот прямо сейчас. Поэтому Лужков вот так активно участвовал в государственном перевороте. Потому что если бы не этот переворот, он сидел бы в тюрьме. И все его присно, и все сидели бы в тюрьме. То же самое и руководство, так называемое правительство Российской Федерации, соучастники этого переворота. Все бы были в тюрьме. И Ельцин тоже как участник подготовки государственного переворота. А все фазы этого переворота были налицо. Все налицо были и в 1991 году, и в 1993 году. Неисполнение Конституции, клятва преступничества, клятву давал Ельцин при вступлении на пост президента РССР сначала, да. А потом Российская Федерация образовалась из РССР. Это тоже государственный переворот. На каком основании вы провели преобразование из части государства в независимое государство? Кто этим занимался? Депутаты Российской Федерации. Да, многие из них потом, немногие, а, скажем так, правильнее бы сказать, очень немногие из них продолжили бороться с вот этими мафиозниками, которые захватили власть. Но буквально единицы. Буквально единицы мы, вот сейчас их почти не осталось. Почти не осталось. Большая часть из них предпочла тоже, вот как я сказал по Ильфу и Петрову, переквалифицироваться в управдома. Из политиков стать какими-то мелкими чиновниками или где-нибудь там пойти лекции читать. Вот с поста председателя Верховного Совета РССР Хасбулатов теперь, а он просто лектор, он просто читает лекции, живет в огромной брежневской квартире, которую приватизировал. Нормально, жизнь состоялась, ну не так, как хотелось бы, но тем не менее в полном достатке и со знанием собственного достоинства. При этом страна погибла. Вот реально у нас на глазах она доживает свое. Последний век, я в свое время выпустил брошюрку, последний век Белого Мира. Ну вот последний век России. Если Россия закончится и Белый Мир тоже закончится, мы видим исчезновение Европы, исчезновение Соединенных Штатов, именно как государство северных европеоидов, белых людей. Все это заполняется совсем другим инокультурным элементом, который просто стирает всю цивилизацию. Всю. Вот мы в такой ситуации живем и продолжаем что-то там размышлять, а мы все-таки большевики, или мы за большевиков, или за белых. Да нет, этого не может быть деления. Если мы русские, большевиков мы должны на дух не принимать. И их наследников, последующие, всю эту коммунистическую идеологию, все эти марксистские бредни, которые навязли в зубах еще в советский период. Тогда уже все студенты проклинали это. Теперь эти, вот я тогда был студентом в первой половине 80-х годов. Вот сейчас я не изменил своей точки зрения. Ну а что же вы, те, кто тогда, кого заставляли тогда эти конспекты делать, идиотские, все буквально, кто получал высший образ, да и средний тоже. Всех заставляли этим заниматься. Куда вы рассосались? Почему вы все забыли? Почему вы забыли, что невозможно принимать вот этот марксистский бред, этот примитивизм? Тем более, что все опубликовано, и фактура историческая опубликована, и философские размышления, русская философия, которая вся целиком и полностью противостоит всякому большевизму, всякому марксизму, всей этой советской доктрине. Неужели это в голову так и не легло? Прошло уже больше четверти века, и так в голове ничего не осело. Как же это такое могло быть? Как же так? Что случилось с русским интеллектом, если он не воспринимает то, что русский интеллект предшествующих поколений выработал? И я еще раз говорю о том, что оборотная сторона этой болезни, я бы сказал, отсутствия интеллектуальной деятельности, это крайне слабый отклик на призыв на участие в русском марше. Вот только хоругвеносцы и черная сотня откликнулись у нас, остальные просто все как будто спят. Ну, наверное, ждут каких-то инвестиций, их не будет, нет у нас никаких денег и не было никогда. Мы никогда не питались от каких-то спонсоров. Да, мы будем собирать деньги и на тот, и на другой проект, потому что мы можем только собирать, никто не приходит к нам и в кошелке деньги не приносит чемоданами или в каких-то рундуках. Нет этого, не может этого быть, потому что все олигархи являются нашими врагами. А предпринимательское сословие исчезло, его стерли. Олигархи его стерли, запугали репрессиями какими-то. Ну и сами люди из предпринимательского сословия оказались ниже всякой критики, потому что ничего они не сделали за все это время. Кого только не финансировали, какого только бреда не финансировали. Но ничего не сделали, сами не сплотились и никому не помогли и фактически оказались пособниками олигархии. Стыдно, позорно. Не знаю, может найдется еще пару русских людей среди тех, кто обладает хоть какими-то возможностями, какими-то капиталами. То есть у нас же нет даже возможности где-то собираться. У нас ни зала нет, ни какого-то помещения для штаба постоянного. Мы в такой ситуации, в полной нищете. Русское движение в полной нищете. Как это может быть? Но мы не можем сами заработать на это, потому что мы и сами полу нищие, полубезработные, потому что нам приходится в свое время тратить на политику. Хоть как-то поддерживать русское движение. Вот сейчас десяток человек, если отвернется, просто уйдет, все рухнет. Мы видим, что по одному так отходит в сторону. Раз, человек отошел, исчез. Все, у него там свои занятия, он перегружен по работе, или у него там внуки, или у него какая-то командировка. Все, один человек отошел, и у нас наши возможности резко сразу падают. Потому что корпоративный эффект, когда люди вместе действуют, то их усилия многократно увеличиваются, их возможности многократно увеличиваются. А как только один выпал из команды, сразу вся команда проседает. И мы это видим. Мы не видим никаких новых людей. Понятно, какие-то обстоятельства. Кто-то отходит от политики. Где новые люди? Где молодежь, которая во что-то должна верить? Она верит, видимо, в свой собственный карман. Ну, тогда и получит рабское существование. Еще одна дата. Тут отмечают 25 лет приватизации. Начал приватизации. Закон о приватизации. И я вижу, как приглашают на общественное российское телевидение двух распоследних негодеев, которые как раз об этом рассуждают. Это Павел Медведев, вечный депутат. То есть депутат навсегда. Как избрали в 95-м году или даже раньше, не знаю, когда там его избрали. И он до сих пор депутат. Вот депутатствует всю свою жизнь. Можно было сказать, ты вот всю свою жизнь просидел с огромными полнометиями. Что ты сделал-то? Так это специалист по банковскому делу. Это лоббист банкиров. Очень хорошо устроившийся человек. Он рассуждает о приватизации. Что вот приватизация не совсем то, что было. Да это то, в чем ты принял участие. То есть в разграблении страны господин Медведев, Павел Медведев принял участие. Я прекрасно помню, как он участвовал в выборах. Я прекрасно знаю, чем он занимался в Государственной Думе. Он относится как раз к тем тунеядцам, которые не делали ничего. Он какой-нибудь там закон о банковской деятельности в середине 90-х годов внес. Или там в конце 90-х годов. И все время его обсасывал. Больше ничего не делал. Не работал с избирателями. Никому нигде не помогал. Большой специалист по банковскому делу. Ну точнее по продаже национальных интересов России. Вот он рассуждает у нас о приватизации. И второй сам автор этого законопроекта поганого, как его там звали, Петр Филиппов, что ли, я уже не помню, такой теперь седой. А теперь он прибарахляется в Ельцин-центре. Ну вот такие люди, да, любимец ельцинской команды, там где-то бегал, чай разливал. За это стал депутатом в Российской Федерации. А потом, ну как-то вот неудел, где-то там обслуживает семью. И претензии такие нам предъявляются. Нам говорят, ну вы же не хотите сами рисковать. Ну надо продать дачу, квартиру. Как там такой пример приводит. Продал дачу, квартиру, все, продал, купил 4 газели и стал разводить товары. Вот молодец инициативный человек. Вот это... Ребята, разве это предпринимательство? То есть отдай последнее, рискни последним. Потом останешься без штанов и своих детей по миру пустишь. Это нормально. Нормально это когда есть кредитная политика. У тебя есть проекты, приходишь в банк, показываешь. Вот у меня есть проект. Тебе дают кредит, ты покупаешь эти 4 газели. За 4 года ты покрываешь свой кредит и продолжаешь успешную деятельность. Еще берешь кредит, товарные кредиты берешь. Какие-то еще под создание каких-то там цехов для найма рабочих, для их профессиональной подготовки и так далее. Взял кредит, отработал. Нормально. Это можно еще лучше сделать. Если кредит ты берешь не в каком-то левом банке, который может и лопнуть, и обмануть, и который у тебя требует как раз обеспечения твоего кредита и твою дачу, и вместо того, чтобы обеспечением кредита иметь те самые материальные ценности, которые на этот кредит приобретаешь, требуют, чтобы ты действительно заложил последнее. Ну, еще не продал, но заложил. Но это уже лучше. Это уже лучше, чем то, что предлагает вот этот проходимец. Лучший вариант, когда государство дает кредит. Ты приходишь с проектом, тебе дают кредит. Государство заинтересовано в том, чтобы развивалось производство. Пожалуйста. Ты приходишь с производственной темой, показывая, что ты профессионально к этому готов, что у тебя есть, где ты знаешь, как все сделать, получаешь кредит. Сейчас ничего подобного нет. Сейчас ничего подобного нет. И все эти разговоры, потому что там кому-то на поддержку малого бизнеса, на поддержку сельского хозяйства, ничего этого нет. Раздают своим. Берут деньги из бюджета и раздают своим. А какого-то анализа, конкурса, проектов, ничего этого нет. Потому что никто в этом не заинтересован. Заинтересован только разворовать. Вот все деньги, которые поступают в распоряжение чиновников, они разворовываются на 100%. Я именно это и утверждаю. Да, часть там уходит на какую-нибудь, на покупку плитки и на наем гастарбайтеров, но разворовывается-то все. Разворовывается все. И приватизация была чистым воровством. Там такая строчка бежала в передаче. Люди высказывались о том, кто чего приобрел на свои ваучеры. Никто не приобрел ничего. И самое оптимистичное было, ну я получаю сейчас на акции «Газпром» по тысячонке в месяц. И то побегать пришлось основательно. А подавляющую большинство не получило абсолютно ничего. То есть просто обманули. Там Гермес Финанс этот, Картавый, я не помню, как его там звали, этот человечек в очках такой нелепый. Может, его для этого и наняли, чтобы его нелепость как-то убеждала в том, что такой человек, наверное, не обманет, он на проходимца не похож. А такой похож на сельского учителя. И вот он своим Гермес Финанс обул всех, как и, в общем-то, и все остальные. Позитив только, я думаю, что это были нанятые люди, которые писали от имени «Газпрома». А я купил квартиру. Там одно такое сообщение было. А я купил квартиру. Ну, вранье это все. Никто квартиру на акции «Газпрома», полученные тогда, не купил. Копейки могут платить сейчас некоторым, особо буйным. Ни одного человека, который бы сказал, я купил что-то иное, кроме акций «Газпрома», и получил какую-то выгоду, хоть минимальную выгоду, нет. Обычно пропили или там кому-то отдали, и чаще всего с нулевым эффектом. Вот надежно было это, не две «Волги», как обещал Чубай, что каждый получит эквивалент двух «Волг». Реально каждый получил по две бутылки водки. Вот он их мог выпить, и это было его самое запоминающееся впечатление. Тотальное воровство. Соответственно, те, кто на так называемых залоговых акционах получил собственность, все абсолютно воры. И это уворованное имущество надо отнять, национализировать. В соответствии с законом. Законы для этого есть, даже сейчас, при этом искалеченном законодательстве, есть законы, по которым все акты приватизации через залоговые акционы можно отменить. Соответственно, забрать все. И все, кто потом считался добросовестным и благоприобретателем, таковыми, конечно же, не являлись. Откуда у них деньги-то? Откуда эти все миллионы взялись ни с того, ни с сего? Вот все мы были одинаково нищими в Советском Союзе, и вдруг оказалось, что нет, оказывается, есть там миллионеры. Знаете, откуда деньги они получили? Они получили от той коммунистической номенклатуры, которая вроде бы была за сохранение государства. получили эти деньги в кредит. Они получили кредиты. На эти кредиты дали денег государству тоже в кредит. Взамен получили залог. В залог получили имущество крупнейшие производственные комплексы. И все это сделали своим, потому что государство и не собиралось возвращать эти деньги. То есть такая операция, конечно, это преступная операция. Все, что делали эти люди на залоговых аукционах, все абсолютно преступники. Все правительство РФ или РСФСР до этого, все, кто там болтался в Белом доме после 1993 года, все преступники, все до одного. Вот еще Черномырдина надо бы откопать в пушку, забить и выстрелить куда-нибудь в космос, чтобы на землю не упал его поганый прах. Все эти негодяи, все они, да, и Чубайс еще жив, еще можно его повесить на Красной площади. А Гайдар уже помер. Так же надо поступить, как уже Дмитрием правильно поступали наши предки. Не может быть никакого имени. Имя может быть, да, но останется в истории, куда деваться. А вот места для захоронения, для памяти какого-то не должно быть для этих людей на русской земле. На нерусскую, если успеет вывезти, ради Бога, мы можем даже приплатить за это, за вывоз. Но лучше все-таки в пушку и выстрелить в сторону Луны куда-нибудь. Жалко, чтобы на Луну не попало, то вдруг мы ее когда-нибудь заселим. Невеселая обстановка, невеселые у нас новости, и комментарии мои невеселые. Но пока нет повода для веселья. Меня обнадеживает наличие самого проекта «Национальный лидер». Меня обнадеживает возможность, самовозможность провести русский марш. Но если это не обнадеживает хотя бы какую-то критическую массу, тогда я и мои единомышленники, мы выглядим чудаками, которые, конечно, будут безуспешны, коль скоро народ сам не хочет быть успешным. Мы не можем его заставить быть счастливым, достойным своих великих предков. Не можем мы заставить. Надо, чтобы люди сами захотели этого. Пока не хотят, пока мы не видим достойного отклика ни на «Русский марш», ни на проект «Народные лидеры». Но призываем к тому, что есть еще шансы. Приходите на «Русский марш», участвуйте в проекте «Народный лидер», выдвигайте сами, выдвигайте других, заявляйте о неприятии нынешней власти на том уровне, которым вы являетесь специалистом и можете оценить. Публикуйте все это, слава богу. Есть интернет, никто не умеет, значит, должен научиться публиковаться и постоянно бить в ту точку, которую он выбрал. Даже если мы разрозненно будем действовать, но каждый будет как профессионал разоблачать воровскую власть и все ее нелепости, все антинародные действия, мы эту власть словим. Но если каждый будет сидеть, ковыряться в носу и выковырять оттуда какую-нибудь очередную клевету и потом сжевать ее до бесконечности, ну, ничего из этого не выйдет. Ничего. Если цель не ставить перед собой, никогда не будет достигнут результат, который так привиделся в каких-то фантастических мечтаниях. Вот я хочу, чтобы было так. Ну, это маниловщина называется. Я просто хочу. Для того, чтобы реально хотеть, надо делать. Вот реальное желание, оно воплощается в действие. Если вы не знаете, что делать, значит, вы либо еще не созрели, или невзрослый человек, вы не знаете, как воплощать свою мечту. Вы мечтаете о чем-то? О каком-то облике государства? Или нет? Если нет, ну, нет вопросов к рабу, никаких вопросов нет. Раб есть раб, и он будет рабом всегда, даже если вокруг будут все свободные люди, он будет искать хозяина, чтобы быть у него рабом. Но если все-таки кто-то, хотя бы какая-то часть русских людей считает себя свободными, ну, тогда свободно нужно свои грезы переводить в какие-то действия. И добиваться их вполне прагматичными действиями. Разобраться. Не вам кто-то должен там на блюдечке с голубой каемочкой принести организацию, какой-то проект, какой-то план. Вы сами должны это сделать. Сами должны свои проекты воплощать в жизнь и смотреть, как, кто может помочь и с кем можно консолидироваться, объединиться. Вы помогаете, вам помогут. Если вы просто сидите в интернете, там шлепаете свои грязные комментарии, то кто вы? Ну, вы просто, вы сам по себе раб своей глупости и своей бесчестности. И вы раб этого олигархического режима. Поэтому я призываю выйти из этого состояния рабского, перейти в состояние свободного русского человека, который определяет судьбу собственной нации, собственной страны, собственного народа. А судьба должна быть такая. Уничтожим олигархию, построим русское национальное государство. Вернемся к русским национальным традициям, к государственным традициям, к империи. Россия, русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин